так вот прекрасный островок таха который сейчас вот с левой стороны от нас мы подняли якорь и идем прямиком на бора-бора на этот прикольный остров и про него мы будем рассказывать переход у нас всего 20 миль с учетом двух с половиной миль по бухте то есть 17 до угла бора-бора и там еще совсем чуть-чуть и мы на месте поэтому уже двигаемся в сторону выхода вот там две с половиной мили выход и будем идти под парусами и ветер у нас будет где-то 160 градусов поэтому будем идти только под хед сайлом вот увидите справа вот такую голубенькую полосочку зелененькую вот на углу стоит такая палка которая говорит о том что за ней нужно повернуть справа и как раз это выход уже из бухты нам нужно вот туда короче мы выходим ложимся на курс но выход выглядит вот так несмотря на то что переход от рари отей к бора-бора достаточно небольшой условия были не самые приятные потому что постоянно с неба шел дождь и вообще как бы с погодой нам не очень повезло потому что небо затянуто конечно в таких акваториях намного лучше когда светит солнышко и вы видите красивую воду но в нашем случае нам немножечко не повезло заход когда мы повернули за риф бора-бора волны стали значительно меньше и мы подошли к входу который а бора-бора один и находится западной стороны острова нас встречала большая красивая гора и заход уже внутри лагуны был совершенно не сложный так как мы знали куда нам идти мы повернули сразу на порт сайт и пошли в бора-бора яхт club там находится 15 пуев один из которых мы и стали вот мы стали на буек расстояние между лодками здесь достаточно большие то прямо очень большие здесь 15 мурингов насколько мне известно и вы знаете прикол но я же знаю владельцев бора-бора яхт club и бекир привет бекир был у меня в киеве несколько раз поэтому мы сюда приехали не просто так прикол в том что вот эти вот все буи на бора-бора яхт club приехал муниципалитет и все забрал поэтому вроде как бы это бора-бора яхт club ресторан принадлежит ребятам и resort а буи которые раньше принадлежали бора-бора яхт club больше им не принадлежат вот такая вот херня здесь происходит коробшин как вы понимаете он везде вот и это типичный пример как сказал один из владельцев бора-бора яхт club republic банана давай а теперь давайте посмотрим на бухту бора-бора то есть при входе если вы повернете немножечко на порт сайт вы попадаете в бора-бора яхт club если пойти еще левее там спот куда ездят люди нырять монтерами то есть большими скатами которые туда приходят но это не всегда учтите это сезон и в определенный сезон их там много в определенный сезон их там нету вообще если мы поворачиваем немножечко правее от бора-бора яхт club мы попадаем в центр города там где собственно туда куда приходят круизники и там всего есть два супермаркета причем не самое лучшее хотя в одном ассортимент достаточно неплохой и дальше если мы проходим там есть всего один ресторан еще на острове в которой по моему владимире называется ранее напротив него была якорная стоянка и если мы идем дальше по туристическим аттракционом то есть если пойти вниз и повернуть направо сразу на старборд сразу после входа мы попадаем там несколько отелей там большая сетка с антриджес отели и форсизон и вот эта вот голубая красивая водичка которая кстати на всех островах французской полинезии вообще ничем не отличается потому что это такая же такое же дно такой же серфейс вот там вы можете понырять с рыбами и в принципе наверное эти все подводные развлечения из такого что вы можете одеть такой колпак с кислородом он тяжелый прижимает ваши плечи вы можете походить по дну но все это это ляха муха это турецкие аниматоры которые капитан в шапке и вот такие развлечения там своею хабиби меня называй просто на полинезийский манер короче это очень туристическая фигня которая к реальным интересным местам никакого отношения не имеет и самое важное сейчас везде больше на якоре стоять нельзя вы можете стоять только на буях возле бора-бора яхт-клаб все остальные якоринги запрещены вы не можете прийти на бора-бора и бросить якорь теперь нигде если раньше вы не могли попасть на острова потому что эти все private island стоят везде знаки и вас везде оттуда посылают кстати у меня на сайте есть великолепная история как я ругался с охранником на этом острове и там чуть ли не дошло до полиции потому что он сказал что это такие как мы украли знак на котором написано что на остров попасть нельзя короче это все очень неприятно и бора-бора один из таких неподходящих островов для отдыха яхт-сменов если вы турист прилетели самолетом возможно это какая-то другая история меня это не интересует потому что мы отельный отдых вообще не котируем нам он не интересен а то что интересно для яхт-сменов мы вам рассказываем так вот бора-бора это один из неудачных примеров отдыха на лодке я когда ставлю тузик на палубу я обычно открываю пробку и вроде как вы давно уже не пройдет а нет вот он вот так сюжет бора-бора эсерсиссисио упражнения спортивная на бора-бора мне кажется великолепный вид Ой, я забыл селфи сделать на фоне Короче, мы приехали в Бороборо Бороборо Эх Клаб У нас здесь великолепнейшая обстановка Дина тут что-то квасит Ты на колода Я на колода Здесь великолепный ресторанчик, классный И там фаер-шоу, который будет позже А вот здесь место для тузиков Лодки, которые стоят на буях Цена буя 40 американских долларов И тут тоже место для тузиков Вот такое здесь замечательное место Вообще здесь классно, мы уже привлыли Айрана И все, у нас уже режим отдыха включен Дальше будем изведывать остров Бороборо Ну и все, мы отдыхаем Я иду снимать эту прекрасную каратию Смотри, а? Когда вы стоите на буях К вам приезжает лодка с муниципалитета И берет с вас 40 долларов за стоянку в день Единственное место, где можно стоять на Бороборо Это здесь В этот сервис входит вывоз мусора Который является реально большой проблемой На островах Французской Полинезии Особенности на Society Islands Ну а далее мы выходим на дорогу с яхт клуба Кстати говоря, я вам раньше говорил Что у них забрали буи И теперь буи им не принадлежат Так вот, есть депозит По-моему на 20 долларов с человека Когда вы приезжаете в ресторан Вы можете оставить тузик Ну а на нетуристической дороге Которая идет вдоль всего острова Вы видите, какие великолепные машины С цветами, которые внутри проросли И так далее Вообще, конечно, природа здесь красивая Но если мы сравниваем с отелями Которые находятся совсем не здесь Где живут люди То здесь все, как на других островах Society Islands И в принципе, в Французской Полинезии Точно так же живут местные И точно так же держат свои лодки Хранят каноэ, на которых тренируются То есть Бора-Бора является Несмотря на то, что раскрученным курортом Но также местом, где живут местные И у них такой же быт, как и на всех других островах Бора-Бора не является каким-то супер-островом Где супер все дорого для местных Цены абсолютно одинаковые Что на Таити, что здесь, что на Райотее То есть, в принципе, если вы приходите в магазин Вы можете ожидать какой-то стандартный ценник А дальше здесь мы видим Жекард То есть, как делают газончики из покрышек Потом два магазина Супер-Ю Это больше такой оптовый Ну и дальше есть еще один магазин В котором вы покупаете продукты Ассортимент продуктов Нельзя сказать, что очень хороший Но если сравнить, допустим, его там с Корефуром Который на Таити То на Таити будет, конечно же, сильно лучше А здесь, вот слева от нас по дороге Строительный магазин В котором чисто все утилитарное Для людей, которые здесь живут То есть, я думаю, туристы Наличие этого магазина Вряд ли что-то в курсе дела Ну и дальше еще один магазин В котором мы покупали продукты Кстати, он немножечко получше, чем Супер-Ю Но, в принципе, тоже не является там каким-то офигенным Для шопинга И, опять же, неудобно отсюда идти с продуктами Потому что достаточно большое расстояние Которое нужно преодолеть То есть, сюда можно приехать на Тузике Но поездка будет достаточно длинная И вот этот магазин Чен Ли Это как раз вот тот большой супермаркет Который здесь есть продуктовый Вообще удивительно, что нету здесь на Боробора Каких-то сетей, типа Корефура Либо каких-то таких больших торговых сетей Потому что один китайский, который реально большой Но это вообще для островов Французской Полинезии странно Сейчас мы находимся в порту Здесь дизайн такой достаточно этнический Потому что сюда приезжает круизный корабль Вернее, здесь нету пирса для круизняка Он стоит внутри бухты на якоре И сюда на пирс привозят на тендере Туристов, которых сюда выгружают И везут организованно на всякие различные Энтертейменты по острову Поэтому дизайн здесь всех зданий Такой очень полинезийский Но это специально сделано под туристов А хотите знать, почему Боробора такой раскрученный? Я вам расскажу Все очень просто Во время Второй мировой войны Здесь в Большой Лагуне Стоял американский флот Была ротация Каждые два месяца сменялись Четыре тысячи солдат Можете себе представить Что за весь период Пока проходила война С какое количество народа Побывало на Боробора И когда война завершилась Люди начали ездить на то место Где им было хорошо Можете представить Какое большое количество людей Тысячи солдат Которые проводили там время Кто-то дружил Сдружился с местными Кто-то завел себе семью Кто-то просто проводил там хорошо время И люди начали просто отдыхать там Где им было хорошо В тот период Когда проходила война Поэтому Боробора Это единственный остров На который идут прямые рейсы Из Соединенных Штатов Америки И туда прилетают американцы Прилетали в основном на отдых Ну а как бы бизнесмены Которые обеспечивали им инфраструктуру Под американцев Сделали все отели Хилтон, Сантрейджерс То есть все большие сети Это было сделано Все для Америки И постепенно-постепенно Боробору раскручивали Как большой знаменитый курорт И в итоге так и получилось Поэтому если мы берем Society Islands Французскую Полинезию То Боробора стоит здесь Совершенно отдельно Потому что если даже с Европы Все рейсы на тот же Боробора Идут через Таити То на Боробора с Америки Идут прямые рейсы Теперь вы знаете немножечко больше И я вам немного приоткрываю завесу Потому что не все, что считается крутое в мире А реально крутое А иногда это просто раскрученный маркетинг И Боробора Поэтому типичный пример Ладно, все С этим все понятно Едем дальше Ну и естественно мы решили проехать на один из островков Который находится неподалеку И посмотреть, что же на пляже здесь интересного можно делать Едем на Лухари Бунгало Да, только с учетом того, что здесь на всех пляжах написано Что типа private property not trespass И мы уже тут проехали полуострова в глубину Потому что здесь типа нельзя нигде высадиться Это Боробора Вот такие вот особенности блядьские Мы сейчас приехали на остров Который идет возле входа Вот там вот латеральные буи даже видны И вот идет заход на Боробора То есть вот вы видите волны Это уже за барьером Это самый первый островок Ну вот так вот На пляжик Тузик мы чуть-чуть подтащили Тут живут люди Есть Там лодочки стоят сзади Но так береговая линия Ну не то, чтобы прямо сильно жилая Вот Не, местные рыбаки, конечно, живут Но я имею в виду, что Здесь кто не живет Ну а дальше Продолжение следует... 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 Продолжение следует...